В Центре развития творчества открылась выставка детских работ. На ней представлены рукотворные изделия из самых разных материалов. С юными авторами пообщались Тина Копачевская и Игорь Ванчугов. Выставки декоративно-прикладного творчества в ЦРТ проводятся регулярно. Это уже 23-я по счету. Однако нынешняя выставка особенная. Организаторы решили ее назвать «Мы творчеством своим победе салютуем». Выставка посвящена очень значимому в этом году событию – 70-летию Великой Победы. Ежегодно, в дни весенних каникул, наши детки города выставляли работы. В этом году немножко мы поменяли форму работы. Это своего рода творческий отчет воспитанников Центра. Это больше 110 детей на суд зрителей выставили, более 300 работ. Поскольку в этом году 70-летие Великой Отечественной Победы, то мы решили все свое творчество посвятить именно этому. И вы, конечно, если посмотрите, все жизнеутверждающие работы – это все как бы салют победе нашей. Вышивка, аппликация, резьба по дереву, бисероплетение, художественное творчество – все это в течение недели в ЦРТ может оценить каждый желающий. Авторы работ – это воспитанники шести объединений декоративно-прикладного творчества. Мир бисера, узелков, креатив, модный переполох, принцесса-иголочка, ИСО-студия, студия арт-дизайна. В течение недели мастер-классы проводятся по каждому из этих шести направлений. Наша съемочная группа попала как раз на один из таких мастер-классов – объединение «Модный переполох». На нем обучали изготавливать аксессуары для кукол Тильда. В мастер-классе может поучаствовать любой желающий. Буквально за 30 минут мне удалось изготовить вот такую шляпку. Новое модное направление в швейном мире – куклы Тильда. На сегодняшний день многие рукодельницы мира занимаются пошивом именно этого вида кукол, говорит преподаватель кружка «Модный переполох» Лариса Морозова. В своем кружке она обучает юных рукодельниц мастерству этого нового направления. Ребята наши занимаются первый год куклами. Но думаю, что каких-то успехов они тоже уже достигают. Одну из таких кукол Тильда на выставке представила Надежда Марышева. Два месяца ушло на эту работу, признается юная рукодельница. В кружок «Модный переполох» Надежда ходит уже два года. За это время накопилось так много работ, что просто девать некуда. Я их дарила и бабушке, и маме. Раздравила там. Всего в конкурсе детского творчества приняло участие 110 воспитанников ЦРТ. Их работы будет оценивать жюри. В каждой номинации и в своей возрастной группе определят лучшие работы. Их авторам вручат грамоты победителей. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».